Самого доброго утра! Самой позитивной в стране Европейского Союза! Латвия, привет! И сегодня, если позволишь, мы немножко поговорим о популизме. Но моими глазами, вот что такое популизм, который белыми нитками шит? Вот открываешь новостной портал и думаешь, господи, неужели это в 22 веке еще работает? Сейчас покажу, о чем я. Примерно об этом. Видишь, создается впечатление, что я крутой строитель. Не правда ли? Там жилеточка красивая, касочка. Глянь, похожая на него или не очень? Я, как строитель, очень часто это вижу и хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, что наши политики, как правило, абсолютно никчевные, абсолютно бездарные. Они очень часто на себя одевают каску, желтую жилетку и говорят, мы построили мост, мы открыли еще какую-то фигню. А я, как строитель, и я помню, как это выглядит. Я этот мост, например, каменный, вкалывал 12 часов каждый день на протяжении полгода. А потом приходит какой-нибудь мэр, одевает каску, перерезает желтую, ну, ледночку такой. Это все построил я. И вот этот парень сейчас немножечко разберет эту ситуацию. Поехали. Смотри, какая красота. Вот эта вот штука, да, это капсула времени. Вообще-то нормальные строители просто покупают термос из нержавейки, а не тратятся вот на эту дорогостоящую черню. Смотри, на дешевенькие кельмы обязательно надо кучу всяких гравировок, кучу надписей. Вот это вот все барахло стоило, знаешь, каких сумасшедших денег? А чего ради? Для чего вот это было потрачено? Это же ведь потрачено было из государственных бюджетов, правда же? Картинка номер два. Это цирк с конями называется. Смотри, они вообще никакое отношение к строительству не имеют, но капсулу времени надо кинуть обязательно вчетвером. Что это за цирк? И теперь смотри внимательно. На этом парне каска, на этом парне жилетки. Каска, она для того, чтобы тебе кирпич на голову не упал. Жилетка для того, чтобы тебя корновщик увидел, не задел. А вообще-то на стройке должна быть обувь. И обрати внимание, в какой обуви они пришли. Видишь эти лакированные ботинки практически на каждом из них? А вот эти артисты поближе. В том числе спалился это мэр города Даугавпилс. Обрати внимание на обувь у мэра. Обрати внимание на обувь у всех остальных людей. Вы понимаете, что это нарушение законов Латвии? Это нарушение трудового законодательства. Для того, чтобы ты попал на эту строительную площадку, ты должен прочитать инструкцию. Это очень важно, это закон Латвии. После этого ты должен сделать запись, подписаться, что ты прошел инструктаж техбезопасности. Даже подсобника не пустят на стройку. Ну, без этого инструктажа. Потом у тебя должна быть каска, отражающая жилетка. И внимание, самое важное, обязательно обувь с железными носками. Так вот, наших вот этих вот супер пиарщиков заставить носить обувь строительную, это что-то на грани фола. Поэтому, обрати внимание, и президент, и премьер-министр, и все министры, и все мэры, и все прочие популисты всегда на стройке ходят в простой обуви. Это запрещено латвийским законодательством. Заходить на объект без инструктажа и расписаться в акте, что вы приняли инструктаж, и человек, который у вас принял инструктаж, а вы его прошли, запрещено. Это и есть нарушение законов. И вот эти фотографии, которые они все суют, обращай внимание на эти мелочи, это все нарушение латвийского законодательства. То есть, фактически, после вот этого видео, каждый из этих парней должен получить штраф, а руководитель проекта взыскания, ну, согласно нашим законам. Для артистов скажу, в капсулу времени, это традиция Латвии, засовывали всегда железную монетку, бумажную монетку, газетную статью сегодняшнего дня, ну, и от руки память для потомков. Вы же, конечно же, воспользовались только одной опцией из, да? Ну, потому что не строители. Хотя на этой фотке придется забрать мне свои слова обратно, а может быть, это похоже на газету, может быть, может быть, я и не прав, тогда извиняюсь. Вот, но вся фишка в том, что никогда из них строителю бутылку пива не поставил, вот этот вот жмот из скотина. Но ввалить деньги в то, чтобы потом устроить шикарный фуршет, попить шампанского, поесть икру, это никогда не попадает в кадр, но это всегда присутствует. Бухнуть где-нибудь коньячку хорошую, это все нормально. А строители, как правило, в это время всегда выгоняют из стройки, типа у него рабочее оплачиваемое время, все, давай, валите куда-то, идите, свободны. Сейчас придет куча видеокамер, куча фотографов, все это отфотографируют и сделают. Такого нету ни в одной европейской стране. Такого нету ни в одной европейской стране. Ты ничего подобного увидишь ни в Англии, ни в Бельгии. Существуют те же самые традиции, но этого нету. А вот это, вот это вот, было все время в Советском Союзе. В Советском Союзе это было, как должно быть это родное. Вот над этим надо задуматься. И следующая пиар-компания, она будет где? Елочка на Рождество. Я хочу посмотреть, в этом году зажигать рождественские огни на Домской площади кто будет. Согласно латвийской традиции, это должен делать священник Лютеранской Церкви. И никто больше. А согласно коррумпированной Латвии, это должен делать самый коррумпированный чиновник в нашей стране. На сегодня все. С вами был Владимир. Напоминаем, что ко всему, что я говорю, не стоит серьезно относиться. Это просто развлекательный канал с целью порадовать вас сегодня с утра. Латвия – самая позитивная страна Европейского Союза. Всем добра и позитива.